Привет! Очередной урок по layout. Сегодня поговорим о настройках программы, настройках документа. Узнаем, что еще может layout и как его настроить в нашей работе. Сначала пробегусь чуть-чуть по вкладкам pages, страницы. Я уже о них говорил, но сейчас остановлюсь подробнее. Слои и layers. Если проводить аналогию со скетчапом, то layers это как слои и в скетчапе, а pages это как сцены в скетчапе. То есть у нас есть коллекция слоев в документе и на страницах можно включать и выключать определенные слои. Вот, например, как сделано в этом документе. У нас есть обложка, есть страница внутри документа. На обложке включен слой default и включен слой cover page. А на странице документа включен слой default, включен слой unique elements и включен слой cover page. On every inside page, cover page выключен. То есть у нас слой обложечный выключен и слой включен, который относится к значок, который будет на всех наших страницах. То есть если я добавлю какую-то очередную страницу свою, у нее будет включен слой, который вот с таким значком. На всех страницах. Чтобы сделать какой-то свой слой, нажимаем свой слой, переименовываем, например, лого, например. Рисуем его. Убеждаемся, что выбранная геометрия. Вот синенький, так как, например, синенький горит значок на этом слое. Нажимаем вот эту кнопку и все, теперь он на всех страницах становится. Нажимаем кнопку выключить. Он спрашивает, что сделать. Конечно же, эта геометрия стала вдруг на всех страницах. А теперь, если я выключаю, он спрашивает, что нужно. Удалить на всех страницах, кроме текущей, восьмой, или скопировать на все страницы вот этот вот кружок. То есть в данном случае я могу выбрать оставить только на этой странице, на остальных удалить, либо скопировать на все страницы. Давайте нажму копировать. Вот скопировано все страницы. Теперь я могу на седьмой выключить, на шестой осталось, на восьмой осталось. Тем самым можно с помощью вот этой штуки делать элементы на всех страницах, как то рамки, штампы, заголовки и так далее. То есть если мы поменяем где-то, если мы поменяем где-то, кстати, вот эти вот замочки, они как раз блокируют, чтобы мы случайно не отредактировали, не сдвинули. Например, вот я поставлю снова замок, теперь я не могу выбрать, очень удобно. И на всех страницах у меня в штампике оказалось, кроме, конечно, cover page, на которой другая включена, другой набор слоев. То есть если я хочу здесь поменять, я могу посмотреть, на каком слое включено вот это вот название проекта. Разблокирую точно так же. Назову и заблокирую. Теперь у меня название есть и на обложке, и на внутренних страницах. Ну, со слоями все понятно, это видимость, это блокировка и указатель, будет ли этот слой виден на всех страницах или нет. И на страницах плюс-минус, это понятно, что добавляет, удаляет страницы. Вот эта кнопка дублирует, например, у нас несколько страниц. Нажал, вот, одиннадцатая страница, стала это копия пятой. Ну и так далее. Вот это вот, это будет ли страница у нас презентация доступна, об этом я рассказывал. И вот этот вот режим отображения. Иконки удобно, чтобы найти быстро страницу. И список, когда, в принципе, мы знаем, что за страница, зато у нас больше, ну, конечно же, страницу можно именовать, например, описание проекта. Сплеснительная записка. Ну и так далее. Какая-нибудь там. Топография. Генплан. Чтобы вам удобнее было бы потом работать с документом. Ну и так, давайте приближаемся все-таки по настройкам. Создали новый. Новый документ. По настройкам программы. Они включаются. Существуют настройки документа и настройки программы. Не пулите. Сейчас я объясню настройки программы. То есть, они независимы от документа. Итак, первое. Это по умолчанию редакторы для каких-то элементов нашего лояута документов. По умолчанию они пустые. Если вы работаете с фотошопом, можно выбрать путь к вашему фотошопу. Если кто-то работает, например, с гимпом, можно выбрать гимп. У кого нету их, можно выбрать, например, пейнт браш. Ну или что-то другое. У каждого свой любимый редактор изображений. Как найти путь? Сейчас покажу. Очень просто. Например. Пейнт браш. Пейнт браш. Он называется. Вот он редактор изображений. Или, например, я нажимаю кнопку старт. У кого XP, тут есть кнопка выполнить. У кого семерка, можно просто нажать Windows R. Появляется вот такая штука. Здесь можно команду забить. Например, WordPad. Например, вот покажу, как пути найти к этим запущенным программам. Проще запустить программу и найти путь, чем думать, откуда же она все-таки спускается. Итак, для начала. Редактор изображений. Пейнт браш. Нажимаем Ctrl-Alt-Del. И выбираем Start Task Manager. Start Task Manager выбираем. Теперь мы включаем вкладку Application и ищем Paint Brush. Вот он, Paint Brush. Paint Brush. Вот. Убедились. Теперь нажимаем правую кнопку. Перейти к процессу. Вот на последнюю. Теперь открывается вторая вкладка. И вот он про имя файла. Мы уже знаем. MS Paint. Microsoft Paint. И правой кнопкой можно Open File Location. И вот он открыл File Location. Теперь мы просто встаем сюда. И копируем вот этот путь. Запоминаем MS Paint. И теперь вот здесь вот нажимаем Choose. Сюда вставляем. Путь. Нажимаем открыть. Открывается вот эта папка. И MS Paint. Если много файлов, можем вот сюда вот. MS начать вводить. PA. А вот он как раз таки подсветился у нас. Выбрали. И Open. И все. Теперь сюда путь прописался. То же самое давайте сделаем для WordPad. Application. Вот он WordPad у меня. Перейти к процессу. WordPad. Открыть файл Location. Вот он. Уже в другом совсем. Копируем вот этот вот путь к нему. Это путь. Это имя файла. Мне нужно и то, и другое. Нажимаю. Вставляю сюда путь. Нажимаю ОК. Открывается папка. И имя файла мне теперь не приходится искать. Выбираю ОК. И закрыть. Теперь. Теперь я могу закрыть. Вот эти. Сами программы. Теперь при выборе. Растерового изображения. И правой кнопочкой я нажму Edit. У меня откроется именно. То приложение, которое я назначил. для растровых изображений. И то же самое для текста. Например, вот у меня растровое изображение. Нажимаю правую кнопку. Открыть с помощью MS Paint. Вот как это открыть с помощью Paint Brush. И вот оно у меня. Могу что-то нарисовать. Закрыть. Сохранить. Как я рассказывал в предыдущем ИВЭКе. Все обновилось автоматически. Вот видите, все исправления сюда внеслись. Конечно же, удобно все-таки пользоваться каким-то серьезным редактором. Photoshop, например. Чтобы можно было потом это стереть. Или, например, если у нас текст. Открыть с помощью WordPad. У меня открывается назначенный текстовым приложением. Текстовым объектом приложения. Я здесь могу что-то... ...исправить. Также нажимаю сохранить. А вот с текстами, как я уже говорил в предыдущем уроке. Вот. Out of date. Теперь, видите, оно поправилось. Нажимаю обновить. Все. Current. Подробнее об этих вот связях смотрите пятый урок. Внешние связи. Сейчас не буду конкретно останавливать. Я думаю, с этим разобрать. С настройками вот этих редакторов. То есть, если часто пользуетесь редакцией, лучше настроить их. Бэкапы. Во многих программах, в том числе и в SketchUp и в Loyalty, создавать ли бэкап? Смотрите. Вот у меня, например, альбом. Нажму save. Тем самым, у меня сохранилась последняя версия файла. И рядом с ней сохранилась предыдущая версия файла. Смотрите. Вот она. Альбом layout. Вот он. И бэкап of альбом layout. Предыдущая версия. Если мы посмотрим по датам, вот у меня сейчас вот это число, а бэкап был предыдущим числом. То есть, если вдруг я где-то что-то накосячил, например, вот испортил здесь вот, или там что-то удалил труд, или файл у меня вдруг не открылся, я не сохраняю его. Перешел в эту папку. Этот, например, файл назову альбом 2 как-нибудь. И вот этот вот файл переименую бэкап. Не оставляйте файлы с таким же именем бэкап, потому что SketchUp также layout может подумать, что это и есть бэкап, и может его перезаписать. Вот, я переименовал, то есть вот убрал слово бэкап. Бэкап по-английски вот. Это резервная копия. Удалил. Все. Включаю пробел. Теперь открыл его. И у меня откроется как раз-таки предыдущая версия. Как будто я сохранение не нажимал. В принципе, я рекомендую оставлять эту галочку включенной, всегда, чтобы не произошло вдруг. Вот, кстати, бэкап открылся. Увидел, что у меня текст и картинка, как я только что показывал, изменились. Ну, понятно, что это внешние связи, поэтому если я изменяю внешние связи, то они у меня изменятся и в бэкаповом файле. Но те объекты, которые у меня были уже настроены, и на своих местах не остались. И я этим воспользовался. Бэкап. Автосейв. То же самое. очень похоже, но происходит такой файл автосейв. Он происходит в... сохраняется во временной директории. Каждые пять минут. Если у нас очень большой файл, каждые пять минут может быть слишком мало для того, чтобы... чтобы ждать эти... каждые пять минут, когда сохранится наш файл. Ну, я так же советую эту галочку не включать, но поставить, например, когда у нас большой будет документ, больше десяти страниц, например, где-нибудь 20 минут сделать. То есть, если у вас что-то вдруг произойдет, компьютер завистнет, или вдруг скачок напряжения, и вы вырабят... Например, давайте я спреймалюру... выключу аварийно наш лей-аут. После этого, когда вы запускаете лей-аут, он у вас спросит. Как раз-таки он просмотрит свою временную папку и спросит. Вот она. Аварийно было что-то завершено. И предложит вам его открыть. Вот этот файл, который я как раз-таки с самого начала делал. Понятно, что те файлы, которые я открыл 20 минут, даже 5 минут не прошло, поэтому он автосейв не успел сделать. Но у этого файла, который у меня был первый открыт, уже прошло достаточное количество времени, и поэтому он предложил открыть автосейв, то есть автосохраненного. И вот он назвал его «Recovered File», то есть восстановленный файл. Обязательно сразу же нужно сохранить его в нужную папочку со своим именем. если мы нажмем «New», вот здесь вот будет у нас новые файлы, «Recent», недавние файлы, и будет папочка «Recovered», если вдруг у нас будут какие-то несохраненные файлы, которые я не сохранил, то есть восстановленные файлы. То есть ищите их вот «New», и вот здесь вот третья вкладка. Думаю, с этим тоже все ясно. «Folders». «Folders» — это папки, где, во-первых, хранятся шаблоны, во-вторых, хранятся скрэпбуки. В скрэпбуке отдельно, смотрите, урок, который я писал по библиотекам вот эти вот скрэпбуки, откуда он берет вот эти вот вот эти вот настройки. По умолчанию две папки в скетчапе добавляются. Вот это вот «C users», у меня семерка, поэтому такой путь. «C users», «Sketchup», «AppData», «Roman», «Google», тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Вот. Это для конкретно для этого пользователя Windows. И это шаблоны, которые по умолчанию при встановке программы были созданы. Они доступны для всех пользователей. То есть, если у меня в Windows есть несколько пользователей, то, что будет лежать вот в этой папке «Templates», которая вот в «Program Files», в «Program Data», оно будет доступно для всех пользователей. То, что будет лежать в папке «Users» с «Sketchup», только будет для меня, для моего пользователя доступно. Для других пользователей будут доступны только вот это вот, а не вот это вот. Если я, например, делаю какую-то сетевую папку с шаблоном, я могу также например, какой-нибудь сетевой диск подключить. У меня сейчас отключен чуть-чуть вот этот вот сетевой диск. Ну, или куда ему там. К сетевому хранилищу могу подключиться. И вот у меня вот таким образом будет вот это вот месторасположение тоже рассматриваться, где у меня хранятся темплейты, шаблоны. То же самое и Scrapbox. Откуда берутся вот эти вот документы? Это Scrapbox, библиотека для текущего пользователя. Это для всех пользователей на этом компьютере. И это, это подключенные мной дополнительные какие-то библиотеки, которые, может быть, лежат где-то по сети. Вот у меня есть сетевой диск R, который в данный момент, как я показывал, отключен. У меня компьютер не включен просто. У меня там хранится, например, в Scrapbook. То есть, если я нажму New, выберу шаблоны, вот эти вот шаблоны у меня появятся как раз-таки будут просмотрены те папки на наличие файлов шаблонов и мне покажутся те шаблоны, которые в тех папках во всех у меня лежат. И когда я буду сохранять шаблон, также мне предложат сохранить в том числе в те настройки, в те папки с настройками вот из этих настройок. General это что-то по автор-рендеру, это вот эта вот галочка установлена. Если я включу, выключу, я в предыдущем, в пятом уроке рассказывал про нее подробно, точнее даже наверное в шестом уроке. Ну смотрите, SketchUp модель урок. Там я подробно про вот эту галочку рассказывал. Вот эта вот галочка как раз будет говорить о том, по умолчанию будет включена вот эта галка либо выключена эта галка. Не буду сейчас подробно останавливаться, что это значит. на сложных моделях выключайте, на простых включайте. И Tool Color это вот смотрите, куда мы будем рисовать, что-то выбирать. Это вот видите синенькие такие подсвеченные у нас. Как раз таки можно задать цвет, включая прозрачность. Вот видите прозрачные. Если например выберу красный и менее прозрачный. Вот они красные и менее прозрачные или более прозрачные. Ресет это по умолчанию она возвращается на синее полупрозрачное. То есть это кому вдруг понадобится не знаю. Presentation Когда мы нажимаем вот эту кнопку те страницы которые у нас доступны в документе участвуют в презентации. Ну соответственно те у которых горят вот эти вот значки. То есть презентация рассказывает можно показывать что-то. Так вот если у вас несколько мониторов как у меня например то где будет презентация находиться на том же мониторе где я и показываю сам документ либо на первичном либо на вторичном мониторе. То есть удобно иногда проводить презентацию когда проектор например или большой LCD компьютер подключен как второй монитор и я могу подсматривать здесь на свой проект а презентация мне происходит на большом мониторе куда все смотрят. Тем самым у меня как будто будет своя копия презентации где я могу подглядывать может быть какие-то делать быстрые исправления. Первичный монитор это как раз монитор где у нас панель управления где у нас кнопка пуск и вот этот тулбар виндусовский и трей первичный его можно настроить в настройках рабочего стола если я включу вот эту кнопку то также презентация у меня будет на первичном мониторе если я включу вот эту кнопку то презентация у меня запустится вот сейчас я ее запустил параллельно на втором мониторе она происходит а здесь даже вижу все настройки вот я на втором мониторе переключаю страницы с помощью page up page down и вот они переключаются здесь думаю с этим тоже все понятно у кого много мониторов и те кто будут делать презентации обращаю внимание что можно здесь настроить scales это настройки по масштабированию скетчап моделей это доступные scales масштабы можно удалить какой-то масштаб можно добавить можно если эту галочку поставлю то смотрите здесь в списке есть какие-то дюймовые архитектурные в дюймах масштабы однако 16 1.24 что в принципе в метрической системе не используется когда эта галочка поставлена они будут все видны метрические и для дюймовая система если я вот эту галочку выключу то в настройках моего документа будет если будет в миллиметрах то соответственно будут только миллиметровые выставлены то есть берутся вот эти вот также могу удалить выбрал удалил удалил например масштаб какой-то и могу добавить свой масштаб например если вот тут я ничего не ввожу то вот этот вот текст масштаба у меня изменится автоматически например мне нужен масштаб который 5 миллиметров на бумаге будет соотносить с пятью метрами на с пятью метрами на на местности например я могу также в принципе задать 1 и 1 метр или например 1 миллиметр на бумаге 5 метров на местности вот у меня автоматически что это будет одна пяти тысячная и автоматически сгенерировал вот такой вот размер название масштаба я могу его переназначить например ген план 1 например когда add добавляю вот он добавился ген план 1 и в скобочках вот эта вот формула масштаба потом при работе со скетчап моделью вот здесь можно его будет выбрать вот здесь вот в масштабе вот например включаем ортогональный и выбираем так вот нюанс такой вот он не понял он у нас дюймовый или миллиметровый вот он ген план нажимаем и все вот он масштабировался очень очень такой ну дерево понятно на таком масштабе не видно ну отсюда же можно сюда попасть в это же окно дальше шорткат это я думаю понятно это сочетание клавиш по как любой другой программе вот по меню например pages следующая и предыдущая я могу здесь фильтр например pages вот она как раз таки отфильтровала везде где у меня содержатся pages то есть вот либо я могу просто next ввести и везде где у меня будет next next вот причем и в презентации будет next и в pages вот pages page down вот как раз таки page down у меня здесь вот и действует page down могу переназначить либо удалить не буду по умолчанию их удалять буду пользоваться тем что по умолчанию настроены в принципе здесь нужно выучить эти сочетания клавиш для быстрой работы к сожалению они как в скетчапе здесь не у всех подсвечиваются вот pages нет например дальше стартап что происходит у нас при запуске layout то есть я вот закрою сейчас если layout открою снова понял что layout у меня запущен не открывает второй документ и так что в начале создать создать новый документ предложить переоткрыть документ который я в прошлый раз работал вот эта галочка и ничего не открывать ничего не прилагать то есть просто пустой открыть пустой вот такой вот файл если будет первая галочка то при запуске layout у нас будет вот это меню предлагающее создать новый документ если вторая галочка будет при запуске layout будет открыт последний документ то есть вот этот документ будет последний из recent автоматически открыт то есть если я часто работаю над тем же документом в принципе можно настроить чтобы он открывался проверять автоматически на обновление в принципе да но layout не так часто обновляется как скетчап за версию 3-4 раза недавно новая версия вышла даже значок поменялся можете заметить в принципе если у вас галочка это не будет установлено если даже она будет установлена много ресурсов она не ест она просто проверит через сайт если доступна новая версия если она у вас будет выключена можно всегда нажать его check for update на этом говорит что layout последней версии если будет доступна новая версия там будет кнопочка перейти на сайт обновления и вы попадете на сайт скетчапа и layout где можно скачать и обновить новый документ когда мы нажимаем новый документ что происходит меню getting started то есть такое комплексное меню где можно выбрать шаблон либо выбрать из недавних документов либо можно по умолчанию поставить чтобы просто создавал новый документ или чтобы всегда создавал новый документ из определенного шаблона то есть если у вас есть какие-то фирменные шаблоны чтобы каждый раз не выбирать можно показать какой шаблон выбирать и при нажатии кнопки новый файл вот он автоматом будет этот шаблон открывать ну и опять таки говорю я предпочитаю getting started чтобы вот такое меню ну и здесь уже могу выбрать либо недавний либо какой-то шаблон выбрать в принципе удобности мало добавляет но все-таки знайте что что это значит теперь поговорим о настройках документа когда мы выбираем шаблоны помимо какой-то графики размещенной на документе мы выбираем настройки документа в том числе и многие из этих вот поэтому обращаю ваше внимание что все настройки можно сохранить как шаблон например давайте мы начнем с самого простого например А4 ландшафтный в принципе это пустой документ настройка документа происходит вот здесь вот файл документ сетап во-первых автор описание для того чтобы потом проще вам было искать документ в принципе эти поля индексируются системой поиска Windows Mac поэтому можно потом с помощью файл найти намного проще искать либо Spotlight в Macintosh то же самое можно здесь искать то есть если мы напишем автор и напишем какое-то краткое описание то этот документ у нас вот эти настройки сохранит и будет в операционной системе проще его найти дальше Grid Grid это сетка галочку поставим показывать сетку обращаю ваше внимание сверху вниз и слева направо сетка у нас идет то есть если мы сейчас что-то будем менять она будет здесь начинаться и меняться здесь вот как наша сетка будет выглядеть как линии либо как точки вот они иногда удобно и вот Major Grid это делает ли жирнее какие-то определенные промежутки да галочку поставлю и spacing то есть между ними будет у нас 10 миллиметров между жирными то есть 10 20 30 40 и так далее до размера бумаги и цвет наших вот этих жирненьких можем включить такой подкрым вы конечно сами выбирайте если по серым только можно только по серым и Minor Grid это как раз таки меньшие засечки и Subdivision сколько мы их будем разбивать 2 это будет у нас по 5 3 соответственно по 3 4 по 2 с половиной то есть вот это вот расстояние делится на вот это число по 2 миллиметра давайте например и цвет соответственно ну чаще всего он выбирается не темнее конечно же а светлее чем Major Grid Опции касаемые сетки ну по Point там понятно то есть жирненькие точки ставятся на местах пресечения Major Grid и тоненькие ставятся на местах пресечения Minor Grid Дальше Print Grid если мы галку поставим то при печати сетка тоже будет у нас напечатан то есть по умолчанию она если выключена она просто помогает нам рисовать но она не печатается на бумаге соответственно не печатается при экспорте если будет галочка она будет как будто частью документа Clip Grid to Page Margins обрезать сетку на по полям или нет сейчас до вкладки Paper доберемся я покажу что это значит и Show Draw Grid Grid on Top то есть если у нас какой-то есть в данном случае если галочка выключена то сетка у нас как бы самым-самым-самым первым слоем то есть мы рисуем на ней если я поставлю эту галочку то сетка у нас наоборот как будто мы свой скальку рисуем то есть сетка нам позволяет размещать документы какие-то элементы документов как будто сквозь стекло или бокальку смотрим то есть иногда это бывает полезно иногда лучше вот так вот оставлять следующая вкладка это как раз таки по размеру бумаги и по полям итак Paper размер включены достаточно большая коллекция стандартных размеров а 0 а 1 ну и понятно их размерности например а четверка известная нам 210 на 297 миллиметров и можно выбрать ландшафтную либо портретную ну или альбомную портретную либо можно забить сюда стандартно например какие-то 210 на 210 миллиметров такой квадрат будет как будто мы а четверку квадратик отрезали я часто использую это в своей работе цвет бумаги точно так же могу выбрать здесь то есть если я делаю какой-то может быть плакат или планшет то я могу цвет выбрать по умолчанию он белый ну или многие делают просто так обрисовывают и красят вот эту плашечку определенный цвет ну я не знаю по-моему проще вот здесь назначить и так же как с сеткой экспортировать и учитывать ли цвет бумаги при печати и при экспорте или просто чтобы у нас было только для рисования на мониторе но при экспорте и при печати он не экспортировался то же самое как в автокаде знаете что по умолчанию черный фон чтобы удобнее было работать чтобы глаза не уставали но когда мы печатаем конечно же он не черный документ получается что-то похоже и здесь то есть если галочку поставить то она будет фон будет у нас проявляться при экспорте и при печати маржинс это как раз такие отступы включу галочку и вот они по 10 миллиметров со всех сторон по умолчанию выстроились ну при ГОСТовых стандартах то здесь вот надо 20 здесь 5 5 то есть такая вот у нас штампик ну оставлю сейчас пока по 10 вот и цвет границы вдруг нужно вот она можно настроить такую потемнее чтобы было и то же самое печатать и учитывать ли при экспорте вот эту вот границу или нет именно вот вот эту черненькую то есть по умолчанию она не включена кстати вот как раз таки в сетке клип grid to page margins сейчас видите она не выходит если я вот эту галочку сниму у нас распространяется на всю на всю нашу на всю бумажку включая и на весь размер бумаги включая и границы то есть эти вот вещи зависят друг от друга рендеринг в предыдущем уроке я рассказывал что это такое подробно поэтому быстренько остановлюсь это при edit quality то есть все что у нас будет отображаться растровые эффекты насколько они будут качественно выглядеть у нас при режиме работы с документом и насколько качественно они будут у нас при экспорте либо печати ну по умолчанию такие стандартные заданные размеры значения средние если у вас сложный документ становится то рекомендую вот это на low поставить edit quality на low если вам нужно большее качество при экспорте или при печати чем вы планировали то output quality ставим на high то есть при экспорте растровые эффекты на скетчап модели или прозрачности какие-то наложены будут накладываться друг на друга и за счет большего качества конечно будет время больше уходить на обработку если вам хватает лоты черного качества но время очень важно например сроки горят то можно поставить и низкое качество об этом о выводе и печати документов отдельный урок смотрите дальше references это как раз таки если у нас что-то было бы вставлено с помощью insert текст картинки в предыдущем уроке смотрите здесь вот как раз и будут ссылки на те файлы и units это настройки единиц измерения в документе то есть это у нас десятичные миллиметры сантиметры метры соответственно их точность было дробные единицы дюймы миллиметры фута метры и так далее то есть это больше для дюймовой системы для американской системы может быть подходит вот эти точность меньше чем десятая часть миллиметра нам не дает лояду использовать я уже об этом говорил мы в принципе рисуем на пространстве бумаги и точность линий меньше чем десятая часть миллиметра вряд ли нам понадобится чтобы экономить ресурсы в инструментах чтобы не нагружать процессор ограничена здесь точность до десятой части миллиметра в принципе во многих случаях хватает ну и напоследок я пробегусь по оставшимся частям меню чтобы уже картина у нас была полная по настройке лояута первое файл новый файл открыть закрыть файл если мы создаем несколько файлов выводами у нас идут такие вот вкладками можно правой кнопкой нажимать закрыть можно через меню файл закрыть если файлов у нас будет много и сложно будет что-то найти можем нажать правой кнопкой и переместить его на вертикальные вкладки либо объединять ну так же можно и вот так объединять иногда очень полезно сохранить сохранить как сохранить как шаблон сохранить как скрепбук я об этом рассказывал в определенных уроках реверт to save то есть это вернуться на самое последнее сохранение то есть если мы что-то сделали в файле нам не понравилось вместо того чтобы закрывать не сохраняя и потом снова открывать нажимаем кнопку реверт to save он откидывает все действия произведенные с момента последнего сохранения то есть как будто мы переоткрываем файл insert это мы помещаем внешние источники внешние файлы как я уже рассказывал картинки текст скетчат модели экспорт мы можем документ наш экспортировать как картинки совокупность картинок то есть каждая картинка каждая страница на свою картинку идет pdf многостраничный документ и dvg dxf то есть позволяет даже рисовать создавать dvg чертежи document setup рассказывает это настройка конкретно этого документа page setup это настройка принтера при печати print preview мы можем просмотреть как он у нас будет напечатан то есть превьюшка такая print непосредственно допускает диалог печати это последние наши файлы они же доступны вот здесь вот вот recent exit выход из программы дальше edit это кнопки undo erase redo то есть если мы что-то нарисовали ctrl z вернули и redo все-таки мы передумали передумывать то есть удобная вещь cut если у нас что-то выбрано скопировать copy вырезать скопировать вставить в принципе с этим все ясно с этим вот если у нас есть какой-то стиль например у у фигуры вот если я скопирую и так скопирую стиль и выбрав другую фигуру вставлю стиль у меня этот стиль сюда скопируется то же самое в принципе вот эта вот штука пипетка мы берем и заливаем дубликейт это мы просто делаем копию дубликейт вот она дубликейт дублируем как бы только скопировать вставить все просто delete понятно удалить select all это выбрать все все на данной странице все элементы select none наоборот чтобы ничего у нас выбрано не было move to current layer то есть если у нас будет несколько слоев например поставлю еще один слой слой 3 если я выберу смотрите я уже говорил об этом выбранные объекты светится такой вот синенькой точечкой значит они на слое default как мне их перенести на layer 3 либо правой кнопкой move to current layer либо здесь вот например я хочу все перенести select all и теперь move to current layer обратите внимание на вот эту синюю точечку вот оно все теперь у нас на третьем слое и теперь я могу его скрыть соответственно у меня все скрывается create clipping mask полезно я еще же рассказывал например если у нас есть какая-то картинка ну или например sketchup модель и есть какая-то фигура то есть если я выберу и эту и эту shift то появляется у меня create clipping mask нажимаю и вот теперь у меня clipping mask есть то есть я обрезал тем самым то есть удобно для коллажирования точно так же можно обрезать и изображения какие-то нужно эту выбрать shift эту и create clipping mask два раза наш зашел могу подправить выхожу и вот он у меня clipping mask и если клипинг mask создана либо правой кнопкой либо через это меню можно релиз клипинг mask то есть тем самым разбить на составляющие как оно и было до того как я создал клипинг mask группировать понятно это можно группировать группы теперь я одним кликом выбираю одним кликом выбираю и кликом же могу перемещать то есть удобная вещь то же самое разгруппировать кстати удобная вещь explode о ней пойдет в последнем моем уроке по выводу изображений из скетчапа но сейчас приоткрою маленькую тайну что же такое explode ну во первых когда у нас есть прямоугольник explode это все таки для скетчап модели здесь у нас есть дерево в растровом виде здесь у нас есть дерево в векторном виде так стоп ну ладно я уж выбрал нажму паузу пока пройдет у меня эта операция более подробно по ней смотрите предыдущий урок так векторный векторная обработка вот этого вот нашего картиночки завершилась пять минут мне это понадобилось если помните с предыдущего моего урока пару часов понадобилось на более сложную модель поэтому используйте исключительных случаях как раз об этом случае сейчас и расскажу здесь я давайте включу гибридный режим а здесь останется растровый точно так же включаю и нажимаю паузу в принципе гибридный быстро отработал видимо он понял что ничем изображение не будет отличаться от растрового но все-таки что нам дает кнопка explode нажимаю кнопку explode на растровом изображении нажимаю кнопку explode на гибридном и нажимаю кнопку explode на векторном теперь смотрите из кетчап модели это у нас стало обычной картинкой из кетчап модели и это стало обычной картинкой но так как она была гибридной то эта картинка оказалась группой из растровых и векторных эффектов если бы какая-то часть была в гибридном режиме доступна растровая а какая-то часть векторная то у нас были бы кусочки картинок и кусочки векторных объектов если здесь чисто одна картинка в данном случае у нас достаточно сложная растровая растровый эффект поэтому давайте проще покажу все-таки на другой копии вот дерево 2 кто следит за серией этих уроков вспомнили вот смотрите сверху растровая исключительно здесь текстура прозрачности и так далее а в нижней вот этот вот вазу в принципе мы можем попробовать включить гибридный давайте гибридный да вот смотрите теперь у нас показано четко гибридные края и растровые эффекты теперь если нажму explode она взорвется скетчок модель ушла документ сетап я могу даже посмотреть нажать вот она два png что такое png это как раз изображения которые внедрены то есть это уже не связь с внешним файлом это внедренное изображение во первых это вот оно png если какие-то у вас сложные модели скетчапа уже в принципе ракурсы хорошо установлены вряд ли будете что-то менять можно из них сделать таким вот образом эксплодом уже картинки тем самым чуть-чуть разгрузив лейаут модель чтобы продолжить работать с ней и вот взорванная разгруппированная картинка вот растровые эффекты и вот векторные сверху копию создал случайно и вот у нас очень удобно таким образом так как эта группа тоже отдельно растровая отдельно векторная можно разгруппировать даже вот так вот по разным толщинам и что же у нас произошло с векторным нашим деревцем это все стало у нас объектами векторными конечно они сейчас будут дико тормозить при выборе нангруппом но зачастую в каких-то схематичных и чертежных проектах эскизных где мало таких вот видите даже фон отдельно у нас отдельно объектом позволяет в принципе интересные вещи делать я рассказывал как скрипбук с помощью такой же технологии мы делали взрывали импортированные автокад чертежи видов сверху растений тем самым с помощью этой же технологии мы делали скрипбук наших векторных блоков таких обязательно посмотрите если заинтересовала вот эта опция и например давайте выключу заливку и включу обводку так как очень много тут объектов получилось все-таки работать неудобно поэтому какие-то архитектурные может быть моменты разумно взрывать скетчап модели какие-то такие вещи я думаю я вам показал как пример но это конечно же не неудобно потому что вся модель начинает ясно дальше пробежимся преференс это настройки программы о которых я уже ранее рассказывал view тоже о настройке layout я рассказывал это настраивать интерфейс это сбросить например если мы вдруг что-то куда-то удалили вдруг у нас пропали какие-то настройки например вот это куда-то перенес вот как раз кнопка позволяет восстановить рабочее пространство вернуться по умолчанию hybrid это временно включить выключить pan zoom zoom in zoom out actual size zoom to fit в принципе это продублированные инструменты которые мы мышкой при навигации используем zoom in ну понятно у кого есть колесико мышки намного проще actual size это 100% здесь кстати можно выбирать на сколько процентов смотрит наш документ scale to fit он масштабируется так чтобы весь чертеж был вмещался у нас на игра тоже бывает очень полезно start presentation это та же кнопка это начало презентации дальше текст это если у нас выбран текст сделать его жирным сделать его наклонным делать его подчеркнутым сделать его перечеркнутым это текст отцентрировать расположить по левому краю отцентрировать относительно вот этого блока расположить по правому краю то же самое по вертикали по центру сверху снизу сделать больше то же самое что если мы здесь вот эти кнопочки в принципе продублировали делать больше вот я думаю на вот эту кнопку можно добавить сочетание клавиш какой-нибудь делать меньше соответственно то же самое что здесь мы стрелками вверх-вниз двигаемся выбранный шрифт каким образом у нас может быть индексом быть может быть надстрочным может быть отстрочным это для каких-то может быть формул или метра квадратного подстрочного например 20 20 метров квадратных выбирая последнюю цифру и говорю суперскрипт и все теперь у меня нормально 20 квадратных метров spacing это расстояние между строчками то есть это межстрочный интервал полуторный двойной то есть высота строки насколько будет между строк высот строк или пользовательский например в поинтах можно поставить отступы если у нас размер шрифта 10 и мы поставили 60 поинтов то это у нас в 6 раз то есть сюда должно 6 строчек влезть между строчками 6 высот строчек и раз уж такая табличка появилась это отступы по параграфу вот у нас есть отдельный параграф между ними есть такие тоже отступы что-то у нас пропал куда-то так вот это отступы перед параграфом тоже в поинтах вот в этих значениях например если перед каждым параграфом хочу дать тройной интервал 30 поинтов окей вот он перед параграфом перед этим параграфом перед этим параграфом перед этим параграфом не добавил каких-то промежутков дальше make bounded это опять-таки если у нас текст написан строчку не в блоке make bounded это сделать блочным текст то есть вот то же самое вот эта кнопка если у нас блок если я сделаю строчным он делается строчным если делаю bounded то есть блочным то я могу его растягивать в принципе когда я просто строчку начинаю растягивать она автоматически становится блочным я об этом уже говорил по работе с текстом подробнее смотрите этот урок arrange вот это полезная вещь обязательно надо посмотреть у нас есть несколько несколько фигур которые расположены относительно друг друга по глубине то есть вот это вот оранжевый прямоугольник у нас прозрачный выше всех фигур черный между ними и текст под ними вот это как раз позволяет вот эти кнопочки менять порядок если текст который самый нижний выберу bring to front это на самый на самый перед предмет выше расположен расположенных на листе объектов или на один шаг вниз, send to back, send backward, на один шаг, ниже оранжевый, send to back, send backward, ниже черный. То есть если на самый верх, bring to front, если на самый низ, send to back, а вот эти промежуточные, это на один шаг. То есть если нужно точно расположить объект между какими-то двумя другими, то вот этими вот внешними. Дальше. Когда у нас выбран объект, мы можем его отцентровать. С помощью вот центр вертикально по странице. Вот он по странице вертикально отцентровался. И точно так же центр вертикально горизонтально на странице. Тем самым мы можем размещать объекты какие-то. Если у нас есть открытый объект один, или два, например, выберем, можем отразить его по вертикали сверху вниз. Отразили. Или отразить слева направо. То есть это как будто зеркало. То же самое, как будто вот так вот. Единственное, что точно можно это задать. И очень полезная вещь. Обязательно изучите, как она работает. Это, если у вас выбрано несколько объектов. Например, раз, два, три. С шифтом. Загорается вот эта вот кнопка. Выравнивание. Выравнивание с левого. То есть он берет самый левый объект и к нему привязывается по вот этому вот краю наши объекты. Нажму Ctrl-Z. Выравнивание справа. Берется самый правый объект. И по правому, самого правого объекта края выравниваются правые края выбранных объектов. Вот они выравниваются. Ctrl-Z снова. То же самое, в принципе, по верхнему. Берется самый верхний объект. И по верхнему краю все объекты выравниваются. Вот они. И то же самое по нижнему краю. Вертикально. Вертикально. То есть берется средняя линия. В данном случае вертикально. Вот. Средняя линия. Берем вот эту группу. Находим центр. И относительно вот этого центра нашей группы выравниваем объект. И горизонтально. То же самое, только по горизонту. И не менее полезная вещь это, например, я сделаю несколько дубликатов. Чтобы мне, например, точно сделать расстояние между ними, я выбираю все объекты. и говорю, что... Спейс. То есть это горизонтально выравнить мне между ними отступы. Нажимаю. И вот они абсолютно равные отступам между ними. То же самое вертикально. То есть если у нас есть несколько объектов. Вертикально. Чтобы между ними было абсолютно одинаковое расстояние. Я выбираю вертикально. Спейс. Вертикально. То есть вот. Даже если у нас между ними отрицательный отступ. Но он все равно у нас... Вот этот вот отступ одинаковый. И могу, например, отцентровать. Вот. Теперь они абсолютно на один и тот же накладываются друг на друга. То есть удобно делать таблицы какие-то. Массивы. Ну, ясно. Дальше. Включить привязку к объектам. Если у нас есть объекты. Если у нас есть элементы привязки. Вот она включена. Если я выключил. Вот она. Офф. То у меня привязки к объектам нет. Никогда что-то рисую. Никогда что-то располагаю. Размещаю. Вот. Полезно если нам нужно не привязываться к объектам. Или объектов очень много. И привязка начинает нам мешать. И то же самое привязка к сетке. В данном случае. Офф. Если я включу. Вот она. Он. И тогда я теперь к сетке смогу привязываться. Точно. Удобно рисовать какие-то вещи. Которые кратны нашему шагу. Сетки. То же самое. Если она все время включена. И много объектов может начать тормозить. Поэтому. На каком-то моменте лучше выключать. Дальше. Tools. Инструменты. Стерка. Стиль. Скальпель. Клей. Линии. Дуги. Прямоугольники. Круги. Многоугольники. Тексты. Выноски. Размерные линии. Об этом я рассказывал подробно. В одном из уроков. Это инструменты layout. Очень подробно по каждому из инструментов. Pages. То же самое, что здесь. Можно добавить страницу. Можно продублировать страницу. То есть, если у нас есть страница. Могу нажать дублировать. Вот она. Создалась копия этой страницы. И удалить соответственно. И по ней двигаться. Предыдущая. Следующая. В принципе, то же самое здесь. Предыдущая. Следующая. Windows. То же самое. Я по настройке интерфейса объяснял очень подробно. Это настройки наших вкладок вот этих треев. И документов. И помощь. Открыть страницу с помощью. Tip of the day. Это вот эта вот такая. В начале она. Быстрый такой. Как бы экскурс вообще. Что позволяет layout делать. Надеемся, когда-то на русский его переведут все-таки. Check for update. Это проверяет, доступна ли новая версия layout. В данном случае нет, недоступна. Говорит layout up-to-date. Последняя. Самая последняя версия. Contact us. Она на страницу разработчиков. И about layout. Позволяет просмотреть как раз таки текущую версию. Вот она. 3.0.15.15.8. Самая последняя версия доступная. На данный момент уже видите с новым логотипом. И Trimble. А не Google. Как раньше. Ну вот все в принципе. Остался последний урок по экспорту и каким-то нюансам и фишкам из layout. Надеюсь, ознакомление с программой происходит у вас успешно. Я жду предложений, комментариев, вопросов. Пока. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.